Ну что ж, здравствуйте, рад вас приветствовать. Садитесь, пожалуйста. Нас мало, но мы в тельняшках. Мне очень интересно, какая главная причина того, что вы отсутствуете. У меня есть несколько вариантов. Первый, что 9 утра, понедельник, день тяжелый, вы сами говорили. Но я не сбрасываю со счетов то, что я просто скучно веду, вам не с чем заняться. И может быть вас напрягают уже другие предметы, задания. Но тем не менее мне бы хотелось, чтобы вы хотя бы как-то доносили эту информацию, которую буду вам говорить. Потому что в одном курсе я не слышал таких вещей, хотя они кажутся, может быть, болтливыми, болтологией какой-то. Я рассказываю про стиль кодирования, рассказываю про необходимость документации, как это правильно делать. Ну, дятина в каком-то смысле. Сегодня я расскажу вам про еще одну концепцию в программировании и в проектировании, о которой я еще раз скажу, не слышал ни в одном курсе информатики, ни в кафедре информатики, ни в принципе на физтехе. Я думаю, что, наверное, на всяких там вузах, на IT-специальностях про это рассказывают. Но вообще это очень важно. Что программисты делают большую часть своего рабочего времени? Бинго! Ищут ошибки, к сожалению. Сейчас я мел достану. Увы, программисты ищут ошибки. И одна из важнейших задач – это каким-то образом уменьшить количество ошибок в программе. Для того, чтобы упростить решение программистских задач, придуманы разные методы декомпозиции. Я это слово произносил. То есть, по сути, у нас есть задача. Я ее таким кругом просто нарисую. И мы эту задачу как бы разрезаем на кусочки. Для этого подходят что? Модульное программирование. То есть, мы разрезали на большие крупные единицы, на модули. В рамках модуля, если мы пользуемся ООП, то мы нарезаем на объекты и функции. Надо понимать, что ООП иногда бывает чрезмерен. Не надо стрелять из пушки по воробьям. Если там нужна просто функция, не надо для этого писать класс, который содержит один метод. И нет у него никаких полей, которые бы надо было реально сохранять. Тогда усложняется. То есть, мы создаем общальный объект, запихиваем туда какие-то атрибуты, потом вызываем его метод. Это может быть довольно странно. Есть другие способы работы с этим. Но тем не менее, вот кратко. Как происходит декомпозиция? Как происходит движение сверху вниз от проблемы к ее реализации? И в детали, в детали вникания. Это вначале мы очерчиваем себе задачу, разделяем ее крупно на модули, потом нарезаем уже каждый конкретный модуль на какие-то классы. Я вот так вот это делал. В классах мы прописываем конкретные методы. Или я еще раз, классы наравне с функциями верхнего уровня. Да, смотрю сейчас. Нарезаем его на методы. Причем каждый класс мы стараемся наделить некоторой ограниченной зоной ответственности, чтобы было вообще понятно, зачем он, чем он занимается и чем он не занимается. И вот это вот расчленение ответственности помогает все той же декомпозиции. За счет этого задача упрощается. Где же возникают ошибки? Казалось бы, вот допустим, мы сделали идеальную декомпозицию. Вот у нас задача разбита на такие маленькие, удобно перевариваемые кусочки, какой-то вилкой и ножичком отрезает в этикете, да, там какая-нибудь дамочка. И вот маленький кусочек, аккуратно маленький рот кладет и аккуратно пережевывает. Да, вот мы разрезали вот на такие, что самый низкообразованный программист маленькую задачку способен переварить. Он там не Юлий Цезарь, не может там 9 вещей делать одновременно, не может сразу много переменных удерживать в голове, но там 3-5 переменных он может удерживать, он может решить. В чем возникают главные ошибки тогда? Во взаимодействии вот этих вот частей, которые мы нарезали. Дело в том, что классы друг с другом взаимодействуют, функции друг друга. В конечном счете класс это, ну, некоторая надслойка над некоторыми функциями, да, ну и возможность там сохранить некие дополнительные значения для того, чтобы использовать их вместе с ними, да, но нам удобно пользоваться объектом в этом смысле, да. Я сейчас не буду дополнительные вещи рассказывать про ООП, не хочу. Но идея в том, что очень много проблем, связанных не с реализацией самих функций даже, а с проблемами интерфейса взаимодействия. Понимаете? То есть не могут нормально вот эти части работать друг с другом, хотя вроде бы каждая отдельная часть может быть написана и правильно. То есть, ну, я вам немножко рассказал в прошлый раз про тестирование, ну, кратенько совсем, да, я еще не входил в детали про тестирование, в следующий раз будем говорить про тестирование. Это очень важная тема, приходите обязательно. Вот, но сейчас я хотел бы не про именно вот сами этапы, там, что происходит, какие есть, какая штука там, модуль, может быть, модульным изъединением. Ну, я показал такую простую вещь, которую бери, допользуйся сразу, док-тест. Не знаю, насколько было видно и понятно, но вот прописываешь буквально в документации к функции, прописываешь те действия, которых ты от нее ожидаешь, и если этот модуль запускается отдельно, ты делаешь тестирование, ну, там, пара строчек вставляется, я все показываю. Код выложен в репозитории, можно посмотреть. И тем не менее, еще раз, вот, каждая функция работает идеально, но из-за рассогласованности интерфейса может возникать ошибка, и вся программа целиком в итоге задачу не решает. В ней возникают баги. И прекрасная вещь структурное программирование, прекрасная вещь модульная, когда мы можем в крупные модули, замечательная вещь ООП, все равно не решает. То есть, еще раз, да, первая задача, декомпозиция, а вторая композиция, это должна произойти. Что может помочь? Первое, компилятор. Мы с вами изучаем сейчас практику программирования на основе языка Python. В принципе, можно было бы на основе другого языка изучать. Вот есть пример, там, физхима, у которых практика программирования как раз на C++, у них ровная обратная ситуация, они алгоритмы и структуры данных проходят на Python. Python, практика программирования на C++. И она у них позже, естественно, потому что C++ с нуля давать, ну, как бы просто убить сразу в мозг. С вами мы поступаем иначе. У нас опережающие обучение практики, а потом мы со второго семестра начинаем алгоритмы и структуры данных. Так вот, компилятор позволяет, то есть сам процесс так называемой компиляции, хотя на самом деле тут есть некоторая двузначность, то есть я говорю компилятор, подразумевая, что C++, но смысл следующий. Есть такая вещь, как строгая типизация. Это даже не настолько привязано к процессу компиляции. Но обычно, когда идет компиляция, это подразумевается. Компиляция, я в скобках подпишу, строгая проверка типов. Строгая проверка типов. То есть, если эту функцию необходимо вызывать с, ну, например, строкой, то ее должно, то есть компилятор прям проверит, что это такая-то строка, вот тут ее вызвали. С каким типом, что туда фактически, как фактические параметры туда засунули, понимаете? Я напишу кратенько, я сотру потом, но это тем не менее. Вот представьте себе, вот я делаю некоторую функцию, которая будет, например, вычленять часть строки. И вот она будет, например, cutString. Я сделаю snakecase cutString. И она получает s. И вот она там делает что-нибудь со строкой и возвращает. Я просто сразу делаю return. return, там, и она берет какой-нибудь срез строки. Я, по-моему, срезы вам особо не рассказывал как-то или рассказывал со мной? Где-то я их рассказал вам в самом начале про строки, но не акцентировал. Ну, еще раз, в этом курсе мы не делаем упора на синтаксис питона. Я надеюсь, что вы его как-то по ходу там освоите, потому что, ну, скучно на лекции тупо синтаксис рассказывать. И вам, наверное, скучно сидеть, записывать, проще в справочнике глянуть. Короче, s от, там, условно, не знаю, там, от 10 до 20, ну, не включительно. Да, от с 11 символа, потому что нулевой еще есть, да, по 20 не включительно. В итоге, ну, в смысле, по 21, ну, не суть важна, да, или если считать нулевой, то с 10 по 20 не включительно. Какие проблемы могут быть при вызове функции? Вот первая, вот такая проблема я возьму, и, например, сделаю там b равно cutString и дам сюда какое-нибудь число, 10. Возникнет, естественно, если нет компилятора в питоне, нет компиляции, и нет строгой проверки типов. Даже когда мы создаем функцию, мы не пишем, какого же типа это переменная s, мы тупо написали s и все, и пользуясь этой функцией. Динамическая типизация. Функция будет интерпретирована, вот как вызовешь, с тем она и будет. Если возможно вот это интерпретировать с числом, пожалуйста, но это невозможно. Взять срез у числа, естественно, нельзя, это можно только там у списков, у строк, да. Вот, ну и, соответственно, я вот здесь вот при вызове получаю, вот тут вот исключение, ошибку. То есть программа прерывается, вываливается этот самый trace, да, call stack весь вываливается, весь trace этой ошибки, отсюда, отсюда, вот с таким-то значением произошло, там, этот самый, невозможно для интегера сделать. Вот компилятор от вот этих ошибок спасает. Компилятор, еще раз, я имею в виду строгая проверка типов. Я имею в виду строгая проверка типов. Потому что, в принципе, легко себе представить интерпретируемый язык, но у него должна, то есть для строгой проверки типов, перед тем, как начинать интерпретировать, он должен как-то прогнать и просмотреть все, но это будет что-то очень похоже на компиляцию в любом случае, строгая проверка типов должна быть произведена в этом случае. И второй момент, значит, это при компиляции она автоматически должна произойти, хотя, наверное, можно предположить такой язык, на самом деле тот же C++ там с шаблонами в каком-то смысле, где типы будут подставляться, но он, тем не менее, будет осуществлять проверку инстанцирования шаблона функции. Забейте. Короче, смысл в том, что все равно там C++ он обязан это сделать, потому что, значит, он это не скомпилирует в бинарный код, который потом будет, он просто не сможет понять, что это должно делать с вот этим вот. Понятно? Невозможно интерпретировать операцию. Однако, однако, компилятор не является панацеей. То есть вот это вот это понятно, да, то есть не тот тип. Это ловится компилятором. Однако, пожалуйста, я беру и, ну давайте, я сейчас, простите, я сразу напишу это дело на C++. Не вдаваясь, не рассказывая синтаксис существенно, да, но мне нужно сделать что? Функцию, которая возвращает строку std string. Естественно, мне нужно заинклюдить строки. Я не буду этого делать. Значит, называется там функция cut string. Должна быть, соответственно, у нас тип std string. Я единственное, что, ребят, я честно не помню, как в C++ делаются срезы. В современном C++, кажется, для этого есть механизм. Поэтому простите мне, пожалуйста, вот что я, а может не простите. Я сейчас напишу тогда по-другому это дело. Я сгенерирую объект. Сейчас я запускаю тело функции, пишу. В теле функции я создам новую строчку std, два двоеточия, string, это будет у меня result. Что мне стоит прописать? Описали. Замечательно. И дальше я бегу, запускаю там цикл for, например, да, начиная от 10 по 20 не включительно. Ну вот, и я буду, например, к, это не красиво, не супер классно, тем не менее, result, да, плюс, равно, плюс, равно, этот самый string я там называю s, допустим, да, плюс, равно s, it. О, я по буковке туда доклеиваю в конец к этой строке. Все доклеил. Замечательно. И return result. И вернуть результат. Прекрасно. Хорошо. Написал я, допустим, функцию, которая возвращает, по сути, то же самое, да, и говорю, я переписал на C++, теперь у меня есть компиляция, теперь есть строгая проверка типов, теперь у меня, ну, в C++ нельзя писать код без функции, там код весь обязательно по функциям раскладывать, главная функция называется main. main. Ну, вот я сделаю функцию main. Сейчас не вникайте сильно в синтаксис, но смысл в том, что я, допустим, некоторой переменной, там, auto, b, у нее тип строка будет, равно, соответственно, этот самый, cut string, и я ей сую, кто знает C++, руку поднимите, хоть чуть-чуть, о, тогда я разговариваю с той аудиторией в целом. Значит, короче, и там что-нибудь там, hello, hello, я ставлю двойные кавычки, да, как для C++, hello world, what's the problem here? Компилятор не выдает ошибки, да? Компилятор может это проверить? Вообще нет. Дело в том, что вот эта строка, она попадает, ну, здесь я ее в констант на залил, но на самом деле она может прийти с потока ввода, например, да, еще откуда-то, из конфигурационного файла она может прийти, откуда угодно. И получается, что параметр функции может не соответствовать необходимым вещам, просто потому, что предполагается некоторый определенный диапазон допустимых значений. И эта функция, она в принципе не должна работать в этой ситуации. Понимаете? Вот как взять факториал от отрицательного числа. Ну, функция факториала, если мы берем обычный вариант факториала, да, не супер там, из математики, там, гамма-функцию какую-нибудь. Если мы берем обычный факториал, он определен строго в целых неотрицательных числах, начиная от нуля и дальше. Для отрицательных должно возникать исключение. Для дробных и тем более для любого другого типа должно возникать исключение. Но даже если это целое, все равно нам нужно жестко как сказать, отследить вот этот вот диапазон значений. Понятна логика? Да, допустимые значения. Можно даже сказать так, что здесь не выполнен контракт, то есть типы совпадают, но не выполнены так называемые предусловия. Не выполнены предусловия. То есть для того, чтобы эта функция сработала корректно, мы должны ей некие предусловия соблюсти и по типу, и по допустимому диапазону значений. Но кроме этого есть еще такая штука в проработке вот этих интерфейсов, потому что еще раз, кроме компиляции нам нужно еще кое-что. И вот оказывается, что еще кое-что. Во-первых, Давайте на вторую мозоль наступим. А кто сказал, что у нас вот здесь все ок будет? Ну мало ли, я сунул функции какую-нибудь фигню, а она мне какую-нибудь фигню выплюнула. Понимаете? То есть она вроде бы ошибки не сгенерировала, да? Ну она мне взялась, сунула, ну как, ну как человеку, как называется. Но это часто встречается в месчеловеческих отношениях. Недобросовестно выполненная работа. Да, и вам пытаются спихнуть халтуру. И кроме того, я, например, ожидаю, что здесь будет строка там, да? А там не строка. А там число. Понимаете? То есть вопрос вот в чем, да? А здесь нам не может быть, не, у меня сейчас вроде бы там, я же не описывал, я не объяснял, что функция должна делать. Нет документ строки, нет никакой документации, нет заранее требований к ней. Ну в этом смысле, как учебный пример, у этой функции нет обязательства. Но тем не менее, да, уж если я там что-то предполагаю, то понятное дело, что есть некоторый, во-первых, тип результата. То есть я ожидаю, что здесь должен совпасть тип. Правда? Ожидаемый тип. Соответственно, ну в данном случае он сейчас совпадет, да? а второе, должно совпасть так называемое, сейчас, ай, голова варей, забыл, предусловие и постусловие, кажется, так все просто или нет. Сейчас, секундочку я. Предусловие, постусловие, да, все норм, да, это просто постусловие. Я сейчас про это дело еще скажу, да? Короче, должны быть выполнены некие постусловия. В частности, я-то предполагаю, что в получающейся строке должно быть 10 символов, ну, судя по крайней мере по вот этому, да? Правда, сейчас получается, из самого текста функции делаю заключение о том, что она делает. Это не совсем правильно, должно быть требование к функции, должно спускаться как-то по-другому. В документации описано, где-то еще, между людьми обсуждено, в названии заложено. Требование к этой функции, ее обязательства. Но, когда возникают между людьми вот эти терки, в чем проблема? А ведь они часто возникают. Что государство, они приходят жаловаться государству, они приходят в суд, да, два, ну, это называется арбитражный суд, да, предприниматели друг с другом, там, этот должен был поставить, этот ему должен был заплатить, и у них возникают какие-то терки. Что государство делает для собственной безопасности? А? Нет, нет, закон ссылаться, это понятно. Нет, я про другое. Для упрощения работы суда. очень простая вещь, ребята, договор в письменной форме. Для юридических лиц договоры в письменной форме обязательно. Для физических лиц вы все являетесь физическими, любой гражданин является физическим лицом. Да, он платит налоги, он имеет право заключать простые договора, там, купли-продажи в магазине, в принципе, это, в каком-то смысле, договор купли-продажи, устный. Есть такое понятие устный договор, но начиная с некоторой суммы, я, к сожалению, не юрист, я не помню этой суммы, то ли там 50, то ли 100 тысяч, но государство, оно не будет принимать в суде вашу жалобу, мы тут договорились, я ему плачу там 200 тысяч, а он мне за это там машину. Кстати, по поводу автомобилей, там всегда договор, простой договор, можно без нотариуса, но договор в письменной форме. Контракт. На языке в программировании прямо вот это слово контракт, так и называется. Так вот, два решения проблем, да, у нас вот, я не сформулировал проблему, к сожалению, да, проблема, по сути, интеграции, да, то есть проблема декомпозиции мы решаем за счет модульного ООП и структурного, в конечном счете, программирования, да, а сейчас у нас проблема, соответственно, обратной композиции, да, проблема композиции программы, да, из тех декомпозированных кусочков, которые у нас получились, да, ну или интеграции ее, интеграции, то есть она у нас не собирается, или, скажем так, в собранном состоянии наш робот должен был идти, а он заваливается и падает. Вот, и вот, собственно, первое решение, да, это использовать компилируемый язык со статической проверкой, ну, точнее, не со статической, не важно, со строгой проверкой типов. Второй вариант, второй вариант, да, и второй, как сказать, более удачный, это использование контрактов, использование контрактов. и если в ситуации с людьми контракт реально не проверяется фактической жизнью, он не проверяется на соответствие тому, что произошло, только люди, если вот возникают какие-то серьезные разногласия, тогда люди идут в суд, начинают выяснять, что да как, но в программировании вот эти вот контракты можно проверять при каждом вызове функции, при каждой, любой работе с объектом, классом, с модулем и обязательства класса, обязательства функции и перед функцией тоже мы можем заложить в три вида контрактов. три вида контрактов. Итак, это, во-первых, предусловия, про которые я уже сказал, да, то есть на тип и на какие-то эти, они на самом деле часто достаточно критичны, они критичнее всего, можно сказать. постусловия, хотя не факт, постусловия тоже важны. Кстати, соблюдение предусловий постусловий не гарантирует, что это именно то, что вам выдали. То есть вы, там, не знаю, функция покупки квартиры, условно, да, и вы ей даете деньги, она должна вам вернуть жилище, да, но эта квартира может оказаться не той. То есть по контрактам, да, она в принципе подходит. или функция, которая должна рассчитать вам next day date, например, да, ну вы там передаете дату, она должна вернуть вам следующую дату с учетом всех месяцов, високосных годов и всего прочего, да, вот. И она возвращает вам вроде бы дату, то есть формат того, что вы ожидаете, дата, да, но короче, вот предусловия и постусловия позволяют многие вещи проконтролировать, в том числе с диапазоном допустимых значений. Но есть еще одна такая штука, она характерна для объектов. Когда вы создаете объект, то он в отличие от функции существует продолжительное время. Функцию вы вызвали, она отработала, завершилась, все, все переменные, на которые ссылки не сохранены, где-то вовне исчезли. А вот объект, он существует продолжительное время. и у объекта может быть неконсистентное состояние, он может быть реально инконсистент. Ну, то есть, например, объект, который хранит отдельно, в отдельных атрибутах год, месяц, день. Ну, возможен такой объект. Возможен, да, правда? Класс прописываем, в нем прописываем три филда, в init они заполняются, можно сказать, там, next day, previous day, и он должен щелкать туда-сюда, change year, там, set year, например, прописать метод setter, который будет менять год, set day, и мы будем проверять вообще, правильный ли день человек задает, да, но тогда таким, в такой класс можно привести в состояние, там, 31 февраля, или 29 февраля, но не високостного года, то есть, короче, нам очень важно, чтобы вот некоторая вещь, да, что это в принципе является логичным днем, она должна проверяться при каждом вызове, каждого метода, понимаете, да, прям всегда, и вот для объекта удобно вот такие вот всегда сформулировать, как инварианты, и вот все контракты делятся на вот эти три типа, инварианты, автор этой идеи программирования по контракту, ну, иногда говорят проектирование по контракту, потому что это относится к проектированию в том числе, Бертран Мейер, русскоговорящий француз, он приезжал на физтех, мне довелось его лекцию увидеть лично, он периодически в России бывает, где-то в каких-то университетах периодически там всяким приглашенным профессором бывает, вот там с какого-то года он там в Анаполисе вроде как, но это не значит, что он тут непрерывно находится в России, вот, он преемник, Паскаль, кто он сделал язык, Никлоус Вирт, вот он, Бертран Мейер, преемник Никлоуса Вирта в Цюрихском университете, и вот, собственно, про, сейчас мы не будем трогать его биографию, хотел показать этого человека, и на этом, собственно, подробнее дальше рассказывать уже по существу. Значит, по поводу контрактов, так, сейчас, секундочку, вот, сейчас пока Википедию глобально, да, Design by Contract, да, ДБЦ, метод проектирования ПО, который предполагает, что проектировщик, ну, то есть, в конечном счете, конечно, такое сваливание ответственности с программистов, да, программисты будут после этого именно реально тупо кодерами, но это и хорошо в конечном смысле, да, потому что компетентный человек, он будет прорабатывать детали вот этих вещей, а они будут это дело прогать. Соответственно, предполагает, что проектировщик, архитектор ПО должен определить формальные, точные и верифицируемые спецификации интерфейсов для компонентов системы. Понятно? Соответственно, вот эти вот предусловия, постусловия, варианты, да, они должны проверяться. И вот эти спецификации, называются контрактами. Вот. Ну и там она бывает, поддержка бывает разная, в разных, это в разных языках есть. Вот. в многих языках это поддерживается на языковом уровне. Но я вам скажу, во-первых, C++ тут нет. Для C++ нету. Но есть какие-то варианты, уже не совсем языковые, да, поддержка с помощью сторонних библиотек. И питона, кстати, тут нет. Зато здесь есть очень интересный язык, эйфель. Он непривычен несколько, да, это как раз язык Бертрана Мейера, это первый язык вот этого человека. Первый язык с контрактным программированием, если я не ошибаюсь. Вот. Соответственно, ну, я не могу вам прям рекомендовать его. Вот. Но тем не менее, видите, реализация генерирует код C, то есть они такие, такой транслятор для последующей компиляции. Вот. Так, ладно, короче, это тоже мы сейчас, мы сейчас выйдем из Википедии и дальше поговорим про это про сейчас секундочку, это нет. Давайте. Это статейка про design by contract на собственно эйфеле, но я бы не хотел, это дело не касается, еще раз говорю, конкретно эйфеля, поэтому давайте еще раз посмотрим, да, на самые основы проектирования по контракту. Итак, давайте предположим, что у нас клиенты-поставщик осуществляют, да, предоставление и пользование телефонными услугами. Соответственно, каждый из них имеет обязательства, но и получает выгоды. Клиент, какое предусловие у него, какие обязательства, да, оплата счета, клиент обязан оплачивать счет. Пост условия, да, то есть в какую выгоду он получает, получение телефонных услуг от поставщика, ну, соответствующего качества добавим, да, то есть я вызываю функцию, я обязан ей нечто предоставить, но я в итоге получаю то, что я предполагаю. поставщик, какие ему, как сказать, обязательства от него, предоставление телефонных услуг. То есть он обязан их предоставить, соответственно, соответствующими, да, то они должны соответствовать параметрам, диапазонам, типам и так далее. И выгода какая? Нет необходимости в предоставлении чего-либо при неплате счета. Ну, имеется в виду, что не заплатили, мы не будем вам поставлять электричество, газ там, водопровод. Вот. Ну, смысл в том, что какая выгода? Что он, уж если он предоставляет что-то, то он обязательно получает, вот как функция, она всегда будет получать разумные параметры. Понимаете? Если контракт проверяется неким автоматизированным способом, мы его зафиксировали, записали, он всегда проверяется при вызове функции, то нет необходимости тупо проверять сам контракт. Мы можем проверять уже, ну, что-то по существу, там, может уже и не проверять даже, а начинать работать сразу. Понимаете? У нас просто сразу выполнен контракт, да, если это получается, как выгода. Вот. Ну, и, соответственно, обязательства отражаются на выгоде другой, это общее правило. Соответственно, обязательства клиента, который защищает поставщика, это предусловие. Клиент, выгода клиента, описывающая, что поставщик должен выполнить, называется постусловием. Ну, и, соответственно, наоборот, да, ровно наоборот. А инвариант класса, да, это применяемо к классу в целом, но сейчас пока не будем трогать. Ну, дальше все это дело уже в деталях под Ифель. Вопрос, что это я вам рассказываю, если этого нет не в C++, не в питоне. Во-первых, потому что это круто. Вот. Во-вторых, ну, сейчас, секундочку, это на хабре статейка тоже про это дело. Значит, как и в реальной жизни, при нарушении одного из пунктов контракта наступает что? Заранее обговоренная и согласованная мера. Если вы когда-нибудь читали подробно договора, хоть с МФТИ телеком, хоть с общежитием, хотя я не знаю, договор с поселением общежития содержит такие пункты или нет, но там обычно всегда ответственность сторон, да, и там еще написано, стороны соглашаются решать там рабочие в порядке, решать вопрос в рабочем порядке, да, при судебном случае рассматривается в суде Российской Федерации по месту жительства. Ну, условно. Ну, не знаю, короче, какие-то там договоренности, как предполагается разрешать в мировом суде, в арбитражном суде, то есть какие-то вот. Ну, представьте себе, когда какая-нибудь фирма заключает договора, у нее регулярно случаются такие особые случаи, особые ситуации. А естественно, что эти опиши должны быть прописаны, понятны. Они иногда случаются, они их привычным образом достаточно решают. Понятно? Короче, в любом случае, да, в мире разработки поэтов означает возбуждение исключения или завершение работы программы. Ну, типичная ситуация, исключение по факту того, что контракт нарушен. Но эти исключения теоретически можно ловить. Хотя, я еще не рассказывал про исключения, буду рассказывать. но вот именно вот эти исключения по нарушению контракта на самом деле лучше не ловить. Лучше видеть падение программы, отслеживать, почему оно произошло, искать нарушителей и исправлять это место программы. Нарушение контракта выявляет ошибку, оно всплывает на поверхность. Вот. Ну, там код на C-шарпе, мы не будем это дело смотреть. Дальше мы посмотрим этот самый первый вариант от Тимофея Федоровича, как организовать проверку контрактов самостоятельно. Как, собственно, проверить самостоятельно. Это инструкция assert. Assert. Это такое утверждаю, что я верю, что я могу вполне вставить assert, если я в чем-то абсолютно уверен. Вот прям абсолютно уверен, что это вот так. Понятно? Тогда, пожалуйста. Но оказывается, что очень часто этот assert нарушается. Кстати, assert не очень хорошо ставить на ввод-вывод с клавиатуры. Это неправильно. Потому что, ну, пользователь имеет право писать переберду. Ваша задача корректно обработать, поговорить с ним, сказать, не пиши мне буквы, пиши мне число. Ну, если вы делаете дуракоустойчивую программу. Вот. Кликай, не туды, клюкай сюды. Значит, есть две формы. Первая очень простая, то есть просто пишем assert condition. Ну, то есть условно, я сейчас совсем тупую ситуацию рассмотрю. Так, мы здесь, да, значит, я сделаю какой-нибудь файлик, там, символ точка пай, и я тут напишу какой-нибудь x равно int input может. А? А, да, вот сдвинуть это особенно можно. Сейчас, секундочку. Так, норм? кажется, что? Угу. Теперь вы знаете, что это возможно. кто-то ее гасит. Может, сам проектор ее гасит. Говорит, не надо полить мне лампу. Нормально уже, да? Короче, примитивная некая ситуация. Я буду резать сейчас число на цифры и выплевывать эти цифры на экран. Условно, да, while x больше нуля. Я буду что делать? Digit равно x по модулю 10. Print digit. Я тупо буду делать, да. x равно x разделить на 10. с отбрасыванием остатка и не знаю, печатать, print, завершение программы. Вот. Но есть ли здесь место контрактному программированию? Ну, сейчас функции нет. Задача не разрезана на куски, да. Здесь контракт, там вроде бы места нет. Нет поставщика и получателя услуги. Когда возникает функция, там это возникает, да. Здесь нет. И тем не менее, я здесь могу использовать самый простой вот этот способ проверки условий. То есть я вот здесь, в этот момент программы, вот где сейчас у меня находится курсор, да. Я искренне верю, что вот тут вот x у меня что? Ну, меньше, либо равен нуля. Правильно? Правда? Ну, вообще, наверное, я могу сейчас предполагать, что x равен нулю. Да, и я делаю, я верю, говорю, что, я верю, что x равен нулю. Вопрос, насколько, вот то, что я написал, да, оно как-то влияет на программу? Первое, никак. Утверждения не влияют на работу программы. Оно похоже на комментарий. То есть я, в принципе, мог бы вот просто по-русски написать вот здесь вот, да, вот здесь вот комментарий, да, утверждаю, да, я утверждаю. Что? Понимаете? Но когда это голословное комментарийное утверждение, да, то тогда возникает проблема. Оно никогда не проверяется. Моя вера никогда не проверяется. Чтобы ее актуализировать, да, я, что сделать, я чуть-чуть поменьше все-таки сделаю. Значит, что я сделаю? Я возьму сейчас и вот это пропишу assert. И теперь я могу запускать. Интересно, кстати, какой питон у меня. Я тут переставил немножко. А, все нормально. Просто можно по-прежнему писать. Значит, короче, что я хочу? Я хочу этот открыть. Так, а ну-ка, соображай. Simple он назывался. Simple он назывался. И я даю число. Пожалуйста, вот он разрезал мне его на цифры, написал завершение программы. Запустим еще раз. Запустим еще раз. И введем число 0. Ну, завершение программы. То есть, в принципе, контракт отработал. Введем еще раз. И вижу минус 10. Та-дам! Трейсбэк и серщин эррор. То есть, оказывается, что я здесь не предположил, не проверил, что моя дальнейшая часть программы предполагает, что число у меня не отрицательное. Понятно? То есть, если я предполагаю, что что-то должно было бы написаться, там, не знаю, цифры вашего числа, то я бы должен предполагать, что, например, для нуля он печатает 0. Странно, если для нуля он не печатает ничего, кстати. А самое главное, что он отрицательный. И вот я это дело должен теперь отслиживать. Сейчас я срублю, наверное. А, уже все. Так, ладно. Значит, это вот простой вариант. Более, чуть-чуть сложный вариант, ну, можно программным эквивалентом, да. Да, кстати, еще один момент. Проверка этих условий происходит только в процессе отладки программы. То есть, действительно, это немножко замедляет работу программы, однако, не влияет на поведение, кроме прерывания работы в случае, там, несоблюдения этого условия, в которое я верю. Но, тем не менее, в релизной версии, да, я могу поставить, сказать, что я там, это у меня релиз, питону сказать, это релиз, и он у меня не будет просто этих проверок условий делать вообще. Второй вариант, когда я пишу некий конкретный месседж. Давайте сделаем, ну, что я пишу сейчас, simple.py, я здесь, вот здесь просто ставлю запятую и в кавычках пишу, да, что у меня пользователь, да, ввел отрицательное число, негодяй. Понятно? Это неправильно, но это неправильно, что у меня assert срабатывает на ввод пользователя. То есть, оно может, в конечном счете, из-за поведения пользователя возникнут те ситуации, но я по-хорошему должен был вот здесь вот корректным образом это дело обрабатывать. Сейчас я это дело обработаю, покажу, как можно более дуркоустойчиво ввод сделать здесь. Та-дам. Ну, и, соответственно, что там я запускаю его, да, я ввожу что-то там и я теперь вижу в своем трейсбеке, я вижу, собственно, сообщение, пользователь ввел отрицательное число. В это сообщение, в принципе, можно включать там распечатку каких-нибудь полей класса или что-то еще, ну, что я считаю нужным. Прямо вот в этот момент вывалить на экраны это все в трейсбек попадет, как некий лог моей ошибки. Мне будет легче разобраться, что же там произошло. Вот. Значит, так, что я хотел сделать еще. Я хотел показать, а как это происходить должно, да. Ну, еще раз, вот в данной ситуации, в данной ситуации скорее правильно было бы, ну, может быть, на самом деле, кстати, и правильно предполагать, что x равен нулю, да. Но вот здесь вот после ввода пользователя по-хорошему, да, мне нужно проверить, а пользователь, собственно, ну, как разумно, или он что-то ввел, да, там число, не число, а может быть, даже до того, как он ввел мне инт, да, что, ну, перед тем, как я это дело интую, понимаете, да, то есть вопрос, можно ли это дело отинтовать, потому что, возможно, value error, а может быть, у меня там отрицательное число. давайте сейчас пока предполагать, что это целое число, мне нужно только отрицательное отследить. Тогда что я делаю? Мне нужно считывать число до тех пор, пока, что я напишу? Я напишу, пока x у меня меньше нуля, пока x меньше нуля, что я буду делать? Я буду печатать, значит, print, вы ввели отрицательное число, введите число, ну, неважно даже, да, я могу написать, я здесь напишу вывод, да, вот здесь вот в input я напишу, введите x больше нуля, либо равен. Сейчас, секундочку. Так, сейчас, секундочку. Введите x больше, либо равно нуля, да, и, соответственно, написав вот это дело, я сейчас что делаю? Говорю, собственно, еще раз считывание. И у меня получается такое бесконечное считывание, в котором я заставляю пользователя в конечном счете, сейчас строку скопирую, что это такое? А, у меня русский язык, идем включен, включен, заставляю пользователя засунуть мне имена. Я ввожу, работает, ввожу какое-нибудь отрицательное число, он мне говорит, вы ввели отрицательное число, введите x, я ему еще раз засуну что-нибудь, да, я ему 0 засуну, о, для нуля, он, правда, ничего не вывел, для нуля, да, но тем не менее. Ладно, что я хотел сказать, что есть, пользовательский ввод надо ловить по-другому, да, ну, а и серд, собственно, он определяет, что уже некорректность работы программы, именно программа недоотследила пользователя где-то или что-то не так пробросило, несоблюдение каких-то вещей именно внутренних. Ну, собственно, тут есть вариант вот с функцией Fibonacci, да, для изолированной функции, функция Fibonacci, и вот есть некая проверка, вот там, например, предполагается, ну, здесь вычисление чисел Fibonacci идет простым циклом for, да, для, пример, для изолированной функции, вот, я не буду сейчас пробивать это дело, ну, понятное дело, как это будет происходить, да, но здесь я что делаю? Обратите внимание, что здесь я при помощи assert реализую предусловие, проверку предусловий и постусловий. В качестве постусловия, обратите внимание, я заложил не тип, кстати, по-хорошему, вот там, где я делал вот это assert, наверное, надо было и тип прописать, да, и что-то еще прописать, кроме вот n больше любого, ну, в первую очередь, тип, что n целое число, потому что, а как я могу вообще сравнивать? У меня в процессе проверки самого assert может вылететь исключение, что невозможно сравнивать ноль и строку, ну, нельзя числа со строками сравнивать. это что такое? Это что такое? У меня же урок идет. Так, все подождут, а вы нет. Слушайте дальше. Значит, пример для конструктора класса. здесь класс date type, ну, предположим, да, сейчас у него ничего тут не прописано, но предположим, что в этом классе data type, да, date type, соответственно, предполагается проверка контракта, ну, это такая кривая проверка инварианта, потому что он проверяется однократно. Если я вот так буду проверять инвариант, то мне придется вставлять его везде, вот везде, при старте каждого метода класса прописывать и при финише каждого метода класса мне придется прописывать проверку его там self year, self month, причем, кстати, на самом деле, здесь я проверяю входные параметры на самом-то деле, а уж если делать это инвариантом, тогда надо проверять именно то, что оказалось в этих параметрах self year, month, date. по итогам работы конструктора или любого метода этого класса. Короче, не очень удобно бывает для контракта программирования пользоваться этим самым assert'ами. Их можно отключить, соответственно, в некоторых случаях вычисление условий может быть долгим. Проверка того, что массив действительно отсортирован, может занимать вполне сравнимое время с самой сортировкой, хотя и меньше. Поэтому assert'ы могут быть отключены, тогда они эквивалентны оператору pass. Ну, для этого всего лишь требуется написать минус o и приехали. Ну, сейчас я, поскольку я сделал проверку ввода, то в этой версии программы я не увижу этого assert'а. Мне сложно сейчас придумать, что мне ему ввести. Но я сейчас... Не, ну, нельзя же 0, да? Либо отключить проверку сейчас. Ня-а-а. Сложно придумать. Я вот сделал проверку. Теперь я assert' не сделаю. А? Еще раз. Флот, ну и что получится? Он все равно будет пытаться интовать его. Я же там int делаю. То есть я, он скажет, невозможно сделать int. Ой, прошу прощения, это надо запустить в начале его, да? Ну и скажет он мне value error. Невозможно превратить его в int с основанием в десятичной системе числения. Так что нет. Ладно. Давайте двигаться дальше. Нам нужно быстренько двигаться. Адекватное использование утверждений. Тра-та-та. Assertion error никогда не следует перехватывать. Они не должны быть использованы для отображения сообщений пользователю. Их потребитель программист. Ну или тестировщик. Вот. обработка регулярно возникающей нормальной исключительной ситуации. То есть некая условная норма, бывает, когда исключения являются некоторым способом передачи информации. Это не совсем хорошо, но тем не менее условно нормальные исключения должны обрабатывать соответствующим образом. Вот как, например, здесь попытка аттентовать, она вывела мне исключение value error, а по-хорошему value error должно было быть нормальным образом в рот и сказать, не вводи мне строку, вводи число. И снова запросить ввод. Правда? То есть то, что мы вылетели, но мы вылетели не по исерту, кстати, мы вылетели просто по факту того, что невозможно сделать int с этим input. Вот. Ну, короче, есть некий вот raise any other exception, да? То есть если есть некая там стандартная ситуация, там, в которую нужно вызвать исключение, ну, ты берешь стандартную ошибку из списка стандартных исключений и ее пробрасываешь. сейчас я не буду углубляться в исключение, не это сегодня моя задача. Значит, короче, для чего используют assert? Для проверки, собственно, preconditions, postconditions, invariants, но в той ситуации, да, когда у вас, по сути, поставщик и потребитель услуги не разделяются или в каких-то экзотических ситуациях, когда где-то в середине функции вы хотите быть уверенными в некотором вещи, чтобы продолжать дальше с этой уверенностью. То есть вы вроде бы в это верите, но вы хотите, чтобы на этапе отладки здесь была гарантия. Вот. Ну, называется internal invariant по сути. Логическое выражение, выражающее уверенность программиста в значении некоторых переменах в некоторый момент выполнения программы. Да, то есть вот здесь вот assert является вроде бы комментарием, который гарантирует истинность утверждения. Да, if x делится на 3, а иначе, если не делится на 3, ну, там, по модулю 3 равно 1, и тут опа, да, предполагаю, что этого не должно быть никогда, допустим. Ну, здесь специально сделано, чтобы это периодически случалось. Инвариант цикла. Я как раз показал ситуацию именно с ним. Инвариант цикла, то есть нечто, что после цикла. Кстати, если у нас выход из цикла по брейку, то инвариант цикла может быть нарушен. А, нет, стоп, стоп, то, что я показал, не инвариант цикла, простите, пожалуйста, это просто условие входа с отрицанием. Нет, инвариант цикла это то, что выполняется и до, и во время, и после, и оно зависит от переменной итерации или значения. Короче, сейчас не будем, опять же, входить. Бывает инвариант потока выполнения. Забудьте про потоки пока. Ну, и варианты класса. Значит, есть для питона много реализаций контрактов, контрактного программирования. Я выбрал вот эту просто потому, что мне надо было какую-то выбрать. Я вот с ней познакомился, ее вам представляю. Соответственно, чтобы она заработала, нужно установить ее, да, это нужно сделать его инсталляцию. Кстати, она, по-моему, у меня не стоит-то. Keep install PyContracts. Я надеюсь, втащит. Та-дам. Ну, и теперь мы сейчас сделаем файлик, в котором successfully installed. Значит, мы попробуем сейчас сделать что-нибудь достаточно простое. Вот пример контракта с проверкой предусловия. Функция не делает ничего, но она тем не менее утверждает, что контракт у нее какой. x это целое число, это предусловие, да, и это число должно быть больше либо равно нуля. Давайте мы сделаем так. Я скопирую сейчас свой simple, cp simple, да, на самый advanced. и мы тут сейчас я уберу все лишнее, чтобы вот, а, стоп, секундочку, это же мне функцию надо прописать. Давайте пропишем функцию, потому что как я буду делать контракт, когда у меня функции нет? Я прописываю функцию, точнее, вот на самом деле вот это вот хочу забить, функцию, свой while, вот этим вот, я хочу забить функцию. def print number by digits. Ну и я предполагаю, что мне дают здесь x, некий. Так, ну и я, соответственно, вот здесь вот я его ввожу, да, и вызываю функцию print number by digits. хотя by неправильно, неправильно, print number digit by digit. Будет слишком длинно. А так получается, как бы цифры при помощи цифр. Тоже мне не нравится. Видите, я, даже вот лекция, вроде времени жалко, а я все равно не могу удержаться, чтобы не попытаться продумать интерфейс, название функции, чтобы соответствовало сути. Нехорошо как-то, да, когда непонятно по-английски, непонятно, что это такое. Digit by digit. Ну и я ей даю этот некий x. Та-дам. Ну и после этого я буду печатать, что у меня завершение программы. О, ну вот теперь у меня есть клиент и поставщик. Да, клиент, поставщик. И вот фишка в том, что я могу вот этому вот поставщику прописать, сказать, он у меня работает по контракту. Контракт. Вот эта штучка, которую я пишу с амперсандом, это, ой, это не амперсанд, с этим, коммерческая, эй, не знаю, как он называется, собачка, короче. Это называется декоратор. Я не хотел бы сейчас глубоко вас уводить, о, декораторы работают, вот так. это некая такая фишка, некий синтаксический сахар по наворотам над функциями, наворотам над классами, то есть взять его и вкрутить ему апгрейд, задекорировать его, декоративный ремонт сделать ему. Вот я накладываю на эту функцию дополнительный декоратор, который заключается в том, что у меня контракт к ней применяется. Я прописываю этот контракт. Каким образом? Я говорю, x равно, а дальше смотрите, я пишу здесь тип и через запятую, но это синтаксис собственно PyContracts, это уже синтаксис не питона, потому что по идее вот с точки зрения питона я могу фигню написать, но библиотека PyContracts предполагает некий синтаксис взаимодействия с ней, то есть вы ей объясняете контракт, но вы же не будете договор писать, да? Вот есть короткие формы, при помощи которых можно что-то прописать про тип и про эти самые значения, недопустимые. Ну и соответственно я говорю им int и что еще? Больше либо равно нуля. Та-дам! Вот. И теперь, да, это дело, конечно, не заработает сейчас. Почему? Сейчас я сохранюсь вначале. А теперь, собственно, я запущусь. Запустим питон. advanced свой. Та-дам! Что дело? Ну, конечно, елки-палки, но он же не знает такого декоратора контракт. Нужно библиотеку пай-контракта запустить. Значит, вот поэтому я что делаю? from-контракт с импорт-контракт. Контракт. Так, ну с богом. Давайте запустим. Значит, теперь мы его запустим. Соответственно, не vim, да, а python advancedpy. Йоу! Ну, проверим, что это работает. 1, 2, 3, 4, 5. Он мне печатает 5, 4, 3, 2, 1, откусывая с конца. Замечательно. Замечательно. Давайте еще разок запустим и скажем ему что-нибудь такое. Минус 10. Та-дам! Приплыли. Что это такое? Обратите внимание, я ведь и серт нигде не писал сейчас. Если я не ошибаюсь, конечно. Ну, мы сейчас посмотрим, да. Давайте посмотрим. Ну, и все. А, он есть, к сожалению. Но я его грохну. Я его сейчас грохну. Более того, он проверяется на старте. То есть прям вот функция стартует, да, и вот даже до того, как фактически я в нее вошел, уже проверяется контракт. Ну, и серта не случилось, поэтому ничего страшного, что там сейчас было вот так вот, да. Давайте посмотрим, что за жесть случилась. Да, текста много. Слушайте, еще раз. Вы оцените тексты ошибок, когда вы потратите кучу времени на поиск ошибки. Может быть, вы уже потратили, вам не надо это объяснять. Вот. Короче. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Здесь прописано, что вообще случилось. Да. В каком файле, в какой строке, да. Imprint number digit by digit. Так, что дальше? Дальше. Contracts main. Там произошло исключение. Check contract по проверке контракта. Давайте ниже, 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 ниже. Давайте к концу, да. Comparison line 89. Что он сказал? Contract not respected. Не уважают контракт, короче, ребят. Респекта ему не выказали. Что именно? Bridge for argument X, да. Короче, в аргументе X читаю, да, по-русски. Да, bridge я, честно, не помню, да, ну, наваляли, короче. Да, на брителе для аргумента X, да, в этой вот функции. Что именно? Условия того, что минус 10 больше либо равно, не уважается, да. Checking больше либо равно 0 for value, тра-дра-дра. Значит, ну, короче. Сейчас достаточно, собственно, вот этой информации, да, и вот того, какое именно условие нарушилось. Там может быть целое, целое множество условий, которые можно прописать. Вот. Ну, интересно то, что вот можно по-разному вызывать, да, и разные вещи случаются. Вот. Там если вызвать со строкой, то будет, соответственно, говорить, что не соответствует intu, скаляр intu, скаляр array intuv, короче, не подходит как int, да. Вот. Проверка дополнительной диагностики, это все предыдущее, тут пропускается как раз. Пример контракта с проверкой результата работы функции. Returns. То есть есть специальное слово, при помощи которого, ну, предполагается, что у вас нет такого атрибута returns. Да, тогда мы можем, соответственно, проверить, а что она возвращает. Ну, наша функция ничего не возвращает. Мы возьмем сейчас пример вот прямо из вот этого текста. Вот там вот возьмем. Значит, тра-та-там, тра-та-там. Тип, сейчас, секундочку. Где он тут? Ну, ладно. Return x. Ну, давайте я просто сейчас даже открою питон и просто заведу функцию прямо вот в интерпретаторе. Прямо вот тут я создам функцию. Ах ты ж, елки-палки. Еще раз. Он ввел ее неожидаемо для меня. Не совсем так. Придется по строчке вводить ее. Та-дам. Да е-мое. Ладно. Сейчас сделаем еще. Проши. Vim, этот самый. Return contract. Точка пай. Сейчас посмотрим, как он мне это печатает. Вот такой он мне сует на. Лучше ручно его перебил и все. Deff. И, соответственно, функция return x. Тупо. То есть функция — это только демонстрация и все, что вот как она, в принципе, работает. Если я не ошибаюсь, у нас опция минус и запускает с этим моим контракт. Ага. Прошу прощения. Так. Как он называется-то у меня еще раз. Return contract. Так, и запускаем его, и остаемся после этого в интерактивном режиме, чтобы можно было функцию запускать. F от единички возвращает мне единичку. Пожалуйста, да. Но если я ей суну сюда строку, то она мне что? Она скажет, функция вернула, не то. Expected type int. Agat class ester. Видите, да? Ну и, соответственно, короче, вот таким вот образом можно прописать предполагаемые постусловия. Очень компактно, и мне очень нравится именно в связи с компактностью возможность. Ну и, собственно, есть три варианта описания контракта функции. Мы говорим конкретно про библиотеку PyContracts. Значит, да, я вот что еще покажу. Я сразу открою. Такая штука тут у меня была. Где она была? Я запас тут презентажку. Это презентажка чья? А, это моя презентажка. Нет. Вот если поискать PyContracts в документации, в принципе, да, то это некий Андреа Цинзи написал. Ну и, соответственно, она лежит на GitHub. GitHub.com, Андреа Цинзи, Contracts. Вот, пожалуйста. О, там с фоточкой. Senior Researcher, да, в Цюрихе, VTH. Где-то недалеко от этого Бертрана Мейера. Вот, значит, и, соответственно, здесь же ссылка на вот файлик, на, прошу прощения, на страничку с документацией по ней. Здесь ссылочка на презентажку, очень простую, коротенькую, 22 странички. Вот, доклад в Бостоне. Значит, мы сейчас быстренько пропустим, посмотрим на конкретные примеры. Да, basic example. Сейчас, секундочку. Вот, ну, вот этот тут вариант, который я вам показывал, да. Значит, соответственно, на возвращаемое значение, да, можно через запятую прописывать их много. Вот, ему нравится именно этот вариант. Вот, но есть вариант и прописывать через, просто документ строки. То есть мы, по сути, к документ строке прописываем дополнительно вот этот декоратор контракта и все. Ну, тогда нужно следовать, если уж мы пользуемся пай-контракт. Ой, sorry. Да, сейчас, я, честно сказать, не знаю, как мне это сделать. А? На выделении оно еще хуже. Еще хуже становится. Это из-за пересвета на самом деле. Я надеюсь, что отсюда можно скопировать, и оно при этом не сделает мне то же самое. Да, давайте я покажу альтернативный вариант. Vim тогда, как он называется, docstring, да, контракт, пай. Давай, о, почти. Сейчас, секундочку. Смысл в том, что в самом декораторе не прописывается ничего. Декоратор вызывается без параметров. Но в документ строке прописывается нечто. Ну, я тут напишу некий там PES условно, да, не важно что. Да, но тогда нужно, чтобы вы строго соответствовали, строгое соответствие вот этим вещам, да. Вот есть вариант описания документации к функции, да, в котором у вас вот так вот двоеточиями выделяется typex. Ну, это формат restructured text. Известный формат RST для описания параметров. Тип x. Там можно сам еще отдельно прописать x. Ну, вот, собственно, здесь вот в typex прописывается, что это такое. Ну, какие на него контракты. Да, и R-type, соответственно, return type, что предполагается в качестве возвращаемого значения. Так видно хорошо, да? Та-дам. Окей. Ну, и последний вариант — это использование аннотаций. В питоне 3 появились аннотации. Мне очень нравится вот этот вариант на самом деле. Давайте просто открою интерпретатор, напишу функцию f, у которой я скажу x двоеточие int. Почти как в Паскале, да? Вот. Но я хотел бы, чтобы эта функция была под контрактом. Соответственно, что я делаю? Я пишу contract. Секундочку, придется мне начать с этого. contract. Теперь я пишу def f, x двоеточие int. Я просто использую аннотацию типа. А, давайте, и возвращает она тоже int. То есть я предполагаю, что целое число получает, целое число возвращает. Да? И здесь я что-нибудь делаю. Там, не знаю, return x пополам. Я не знаю там. Давайте умножить на 2. Что? Contract. А, прошу прощения. Так, давай еще раз тогда. Под контрактом функция с аннотацией, просто с аннотацией типов. И что я теперь запускаю эту функцию? Я ее запускаю для двоечки, возвращают мне четверочки, для шестерочки 12. Суперкласс, замечательно, функция работает. Только теперь ее нельзя вызывать с чем-то несоответствующим. Если бы эта функция была без контракта, да, тогда я бы мог ее вызвать, и она бы отработала, она бы написала sdf, sdf в два раза. То есть, вы помните, что строки можно умножать на числа. А теперь, опа, мы получаем то, что имеем в c++, строгую проверку типов. То есть, в принципе, те, кто очень мечтает о c++ строгой проверке типов, друзья, для этого не обязательно делать именно компиляцию. Можно просто везде подписать контракт, 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 везде в функциях вписать аннотацию типов через двоеточие, там, стрелочку, возвращаемое значение, у вас будет строгая проверка типов. Вопрос в том, что это не всегда хорошо для питона. Потому что тогда вы теряете все возможности динамической типизации, ну а вдруг тип не совпадет, не в точности совпадет. Тут очень аккуратно надо. Поэтому думайте перед тем, как делать. Вот, значит, ну, некие есть описания, объяснения, почему и как это делать. Но я уже сейчас не буду уходить в детали, наше время истекает, поэтому мы закончим. Почему? Что там? Описание какое-то. Короче, как делать логическое и? И делается при помощи запятой, логическое или при помощи вертикальной черты. Все это дело компактно и очень легко описывается. В принципе, прошу прощения. Ну, короче, меньше нуля, больше единицы я, наверное, перегнул с яркостью. Дорогой проектор, давай снизим яркость. И сразу все появилось. Неспроста люди понизили яркость. Ну, вот, собственно, вот контракт, видите, да? И очень комфортно это дело смотреть. Ладно. Дальнейшее. То есть я самое главное объяснил суть вам, показал, как это в принципе работает. Можно какие-то взять там сложные примеры. Да, там это дело работает и для списков. У меня, по-моему, это дело, там где-то были примеры для контрактов. Связаны они значения различных. Вот эта презентажка, моя контракт-пдфка, она валяется в репозитории с лекциями. В моем гитхабе можно найти его. И в этих видеозаписях лекции там ссылка на него есть. Вот. Ну, там вот какие-то еще есть варианты. Ну, сейчас не суть даже важна. Не суть даже важна. Там чуть ли не функции можно из проверки. При проверке контрактов запускать функции для проверки. Ладно. Вопросы? Давайте. Сегодня я, видите, завершил вовремя. Звонка еще не было. А? Про инвариант. Ой. Что-то я не помню, как он реализован. В пай-контракте он может быть вообще не реализован. А может быть... А, мне кажется, он пишется просто в классе. Но это нужно смотреть. Инвариант запускается. Запускается, по сути, проверка контракта. Каждый раз при любом... После любого метода выполнился метод какой-то. Обновить что-нибудь. Обновить объект. Если после этого объект оказывается, например, за пределами игрового поля. Вот у вас шарики, например. У вас класс шарик. К нему можно писать контракт. Что его x, y не должен выходить за пределы экрана влево, вправо и вниз. А вверх можно, например. И пожалуйста. А для другого объекта, например, что пушка никогда не смотрит дулом вниз. То есть вы рассчитываете, что это разделить на это или это умножить на это не должно быть отрицательным числом. Условно. Или косинус от этого должен быть больше чего-то. Понятно? И понятное дело, что это некий... Еще раз. Это не то, что вы должны проверять пользователя. И пользователь должен... У меня кошмар. Что-то вывалилось. Какой-то текст тут написан. Но это будет гарантией того... То есть как только вдруг возникнет такая ситуация, что, например, шарик у вас таки вылетел за пределы экрана, то вы об этом узнаете на этапе тестирования. Очень быстро. То есть вы посадите своего коллегу-тестировщика. И он все эти контракты... Даже более того, я вам скажу. Тестировщик по-хорошему... Вот тот, кто у вас в команде занимается тестированием, он должен пройтись по проекту. И везде, где можно, уточнить фактический контракт. Ну то есть вот... А какой ответственностью вот этот кусочек программы обладает? А что он должен возвращать? А какого типа это? А какие допустимые? А может ли этот объект оказаться там-то? Понимаете? Вот эти вещи... Их важно в первую очередь осознать. Очень многие... Почему... Хотя юридические фирмы подают друг на друга в арбитражный суд, и судятся регулярно. Тем не менее, этих судов не очень много по сравнению с тем, сколько их могло бы быть. Почему? Потому что сам факт наличия письменного договора, сам факт наличия контракта от многих вещей защищает. Понимаете? Грамотно составлены договоры. Если обе стороны читают договор со всеми мелкими пунктами, то тогда вы просто не будете заключать сделку. Понимаете? Вот точно то же самое получается при использовании контрактов в программировании. Просто вот само продумывание контрактов уже улучшает программу. И, кстати, именно поэтому называется не программирование по контракту просто, хотя так говорят, программный байконтракт, а именно дизайн байконтракт, потому что проработка контрактов, она по сути является продолжением структурного программирования, вот этого движения сверху вниз, когда мы занимаемся декомпозицией, а здесь по сути, это процесс, еще раз говорю, когда мы склеиваем обратно, то есть мы разрезаем на части, мы делегируем, говорим, дорогой там, помните, я про мошенника рассказывал, который там строит дом, типа возвращает непостроенный. И вот мы прорабатывая контракт, мы по сути заставляем его в итоге нам возвращать. И вот так постепенно вот эта декомпозиция вместе с проработкой контрактов приводит к отказоустойчивым программам. В таких программах ошибки есть, ошибки все равно будут, но их намного меньше, на порядок меньше. Понимаете? Ну вот в следующий раз мы будем с вами разговаривать про тестирование. Тестирование модульное в первую очередь. Я покажу более продвинутые техники тестирования, юнит-тестинг и немножко про само тестирование как таковое. Спасибо большое. До свидания. Спасибо. Спасибо. Спасибо.